Привет! Тринадцатая часть по секретам и хитростям. Рубрика ещё пока что живёт. Погнали! В последнее время я часто стал использовать глич на заморозку времени в онлайне. Мне это очень сильно пригождается для съёмок. Для того, чтобы провернуть глич, сначала выходим в сюжетку, оттуда идём в режим режиссёра, открываем там настройки и видим такую классную кнопочку, как остановить время. Само собой нажимаем. Время теперь, как видно, не идёт. После этого загружаем какое-нибудь сохранение. Проверяем. Время теперь не идёт и здесь. Можно идти в онлайн. Загружаемся. Смотрим. Время не идёт. Готово. Но если вас не устраивает время и вы хотите, чтобы оно заморозилось, к примеру, через 3 игровых часа, то подождите плюс-минус столько времени, сколько бы понадобилось игре, чтобы настало это время. Объяснил как мог. Надеюсь, вы меня поняли. После того, как подождали, идёте в сеть и заходите в редактор. Как зашли, нажимаете паузу на клавиатуре клавиши P и загружаетесь обратно в онлайн. Время по-прежнему заморожено, но только мы его перемотали. Но погода, если что, не замораживается. Она будет меняться. Но всё равно бак безумно полезный. Я им пользуюсь постоянно. Когда персонаж садится в машину, у него автоматически пропадает головной убор. Это сделано для того, чтобы избежать вот таких приколов. Но Рамина сейчас, как видно, сидит в машине в шляпе. Как это сделать? Садитесь в машину, в машине открываете меню мотоклуба или организации и переключаете костюм туда-обратно. И ваш головной убор возвращается. Это может пригодиться, например, для фотографии или если просто хочется покататься в машине в кепке. Довольно интересная находка от зрителя. Не знаю, как и где он это нашёл, но деталь очень интересная. Если перед названием вашей организации написать амперсант, решётка, 166, точка запятой и потом название организации, то перед названием организации появится вот такая хрень. Слева можно рассмотреть логотип Rockstar, а вот что справа непонятно. Я решил проверить эту штуку на мотоклубе и бабах! Вот как должно было быть. И когда вы регистрируетесь в организацию или мотоклуб, то и там, и там будет этот значок. Но как бы я не менял название или цвет своей организации, иконка на табличке всё равно выглядит всрато. Но я всё равно себе это оставлю. Мне нравится. Когда вы заезжаете в автомастерскую, транспорт автоматически тормозит и включается катсцена, как машина медленно заезжает вовнутрь, которую мы уже видели миллион раз. К счастью, это всё можно пропустить. Когда вы заезжаете, начинаете клацать кнопку переключения оружия. Из-за этого машина не остановится, и вы сможете лично на полной скорости доехать до центра и посигналить, чтобы зайти в меню мастерской. Это намного быстрее и удобнее. Далеко не все интерьеры и сюжетки доступны для посещения в свободном режиме, но при помощи камеры редактора Rockstar можно пролетать сквозь двери этих интерьеров и таким способом изучать их. Субтитры создавал DimaTorzok Зритель рассказал мне о способе, как можно попасть в практически любой интерьер. Заходите через вкладку сеть в редактор, создаете гонку и нажимаете таб, чтобы управлять персонажем, а точнее машиной. Выйти из неё нельзя, так как это редактор гонок. Здесь для вас открыты, наверное, все интерьеры. Гаражи, офисов и квартир. Можно спокойно заехать вовнутрь и изучить обстановку. Также открыты все двери квартир, но машина в двери не пролезет. В настройках гонки можно изменить транспортные мотоциклы. Я полчаса катался по карте и вспоминал, где какие интерьеры были. Мне открывались все двери. Даже такие локации из сюжетки. И даже Human Labs. Тут у меня вообще челюсть отвисла. Я даже смог наконец-то открыть лифт на военной базе. Он, оказывается, открывается. Но тут ничего нет. Но всё равно я его открыл. Я объездил далеко не все места. Показывать здесь все интерьеры я не вижу смысла. Я показал способ. Остальные интерьеры уже смотрите сами. Ну и я за кадром потом тоже погуляю, посмотрю. В прошлой серии по секретам и хитростям я показывал, что можно перебегать из укрытия в укрытие. Таким образом. Но я не знал, что во время перебежки можно ещё и стрелять. У персонажа для этого случая даже подготовлена хорошая анимация. Но попасть в кого-то так очень сложно. Это больше для запугивания и понтов. Стрелять можно со многого оружия. И даже с РПГ. Но делать этого не рекомендую. Кто-то знает, кто-то может нет. Во время анимации падения можно стрелять. Но только до тех пор, пока магазин не опустеет. Но есть в игре атомизатор. Он интересен тем, что перезарядка у него автоматическая. И теоретически стрелять с него можно бесконечно. Так оно и есть. Но вот только персонаж не бесконечный. Тем не менее, развлекаться так можно. Главное, чтобы перезарядка завершилась до того, как персонаж встанет. Я частенько катаюсь в игре на BMX, кручу-верчу всякие трюки. И меня давно напрягает то, что велосипеды в игре не вызываются через механика. За ними нужно ехать в гараж, забирать их оттуда и переть через всю карту, куда тебе нужно. Ехать из города в сельскую местность или наоборот на велосипеде мне уже не всегда хочется. Поэтому с недавних пор я пользуюсь одной небольшой хитростью. Если по пути мне встречаются машины с открытым грузовым отделением, а они встречаются часто, я ее угоняю, кладу велосипед в багажник и еду, куда мне нужно. И круто то, что велосипед отлично держится и не вываливается. Уронить его нужно еще постараться. Помимо пользы, этот способ лично меня еще как-то успокаивает. Трудно объяснить, но что-то в этом есть. Из машины можно выйти, оставив колеса в поле. Для этого, находясь в машине, наклонитесь, зажмите ручник, газуйте, поверните колеса влево либо вправо и выходите. Если вы хотите, чтобы колеса смотрели влево, то поверните их вправо. И наоборот, чтобы смотрели вправо, поверните их влево. На этом все. Спасибо ребятам из ролика за помощь в поисках материала. Благодаря вам и вам подобным, эта рубрика еще живет. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Спасибо за просмотр. Все ссылки в описании под видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...